Привет, мои дорогие друзья! А вы знаете, что происходит с отработавшим свой срок автомобильным аккумулятором? Он относится к классу вредных и подлежит обязательной переработке. Например, в Японии нельзя купить новый аккумулятор без сдачи старого. Все дело в опасном электролите и вредном свинце. На переработке аккумулятор ломают дробилкой, сливают электролит, нейтрализуют его и отжимают. Обломки свинца и пластика заливают водой. Пластик всплывает, а свинец тонет. Из пластика делают гранулы и новые аккумуляторы. А свинец расплавят, очистят от примесей и слитки пустят на производство новых аккумуляторов. А сейчас вас ждет подборка из 12 классных автотоваров с сайта Алиэкспресс. От тех, кто досмотрит это видео до конца, ждет конкурс. Погнали! Пружина. Оказывается, сделать автоматическое поднятие крышки багажника стоит всего 6 долларов. Достаточно просто зацепить эту пружину на крышку багажника и он сам начнет подниматься при открытии. Длина пружины регулируется. С одной стороны у нее кольцо, а с другой крюк. Зацепить ее можно за любой выступ в багажнике, поэтому подходит к любой машине. Это позволит перестать пачкаться, если машина грязная. Ну и просто классно, когда багажник сам поднимается вверх. Клеммы. Отлично придумано. Две быстросъемные клеммы на аккумулятор автомобиля. Затяжной стягивающий латунный механизм плотно прилегает к клеммам аккумулятора и не болтается. При защелкивании две металлические части немного стягиваются и достигается хороший контакт. Снять их можно за секунду и не возиться с ключами и гайками. В комплекте две клеммы, красная и черная, на плюсовой и минусовой контакт. Если вам часто приходится сбрасывать клемму при длительных стоянках машины, чтобы предотвратить разряд аккумулятора или часто таскаете домой сам аккумулятор, то это идеальное решение. Дневные ходовые огни. На них 5000 заказов. А вы знаете, почему так много? Потому что они яркие, качественные и с удобным угловым поворотным креплением. И стоят всего 3 доллара за 2 штуки. В каждом 8 1-ваттных светодиодов. Их свет мощный и яркий. К недостаткам можно отнести плохую влагозащиту и кислые проводки. Но если вы дружите с паяльником и знаете, что такое герметик, то легко это исправите. В общем, отличные светилки. Я видел такие в автомагазине в 3 раз дороже. Лента. Тонкая качественная цветная лента для стайлинга салона вашего автомобиля. Она запихивается в стыке пластика и выделяет детали интерьера. В одном мотке 5 метров ленты. Можно выбрать любой цвет на заказ. Есть синий, зеленый, красный, оранжевый и желтый. Цвета яркие и насыщенные. С ней вид салона меняется кардинально. Машина становится дороже и интересней. Блютуз приемник. Китайцы в очередной раз радуют своими поделками. На этот раз это блютуз приемник с джеком 3,5 мм. Его можно подключить и в старый музыкальный центр и в автомагнитолу. И играть музыку со смартфона. Внутри него литиевый аккумулятор, который позволяет работать приемнику до 8 часов. Заряжается от microUSB. Провод для зарядки идет в комплекте. Голосовое меню информирует о состоянии приемника. Зачетная штуковина. Габаритки. Лампы Т10 на 5 ватт. Такие стоят почти во всех автомобилях. Габаритные огни, подсветка номера, подсветка в салоне. Очень яркие. Значительно ярче обычных ламп накаливания и всякой кукурузы. Залиты прозрачным силиконом. Вот зацените, слева обычная лампа накаливания, а справа светодиодная. Помимо белого есть синий, зеленый, розовый цвет. При установке фары не стоит ждать от них долгой работы. Они выгорят за пару месяцев. А вот на подсветку салона отлично подойдут. Жапогрейка. Если у вас нет или сломался подогрев сиденья, отсутствует автозапуск и надоело морозить задницу, садясь в холодный автомобиль, то эта жапогрейка принесет мир и покой в вашу мятежную душу. Да и во все, что ниже тоже. Тонкая, работает от прикуривателя, есть два режима нагрева. В смятку и вкрутую. Быстро нагревается, легко крепится и не сползает. Цена тоже вполне адекватна. 10 долларов. Выключатель. Стильный тумблер с защитным колпачком и цветным светодиодом индикации работы. Такой приятно установить не только в автомобиль, но и на включение любой техники. Светодиоды можно выбрать нужного вам цвета. Допустимый ток до 20 ампер. Видеорегистратор. Это один из самых популярных бюджетных видеорегистраторов на Алиэкспресс. С отличным качеством записи, реальным Full HD, хорошим функционалом и стильным видом. Давайте сразу о достоинствах. Помимо шикарной съемки днем и ночью, вы получите поворотный быстросъемный крепеж и сможете снимать не только общение с ДПС, но и хоум-видео в салоне. Большой стеклянный объектив. Экран на 2,7 дюйма. Акселерометр и аккумулятор емкостью 400 миллиампер. Это все при цене в 50 баксов. Множество оригинальных и кастомных прошивок от энтузиастов. Опционально за 10 долларов можно докупить GPS-модуль и записывать свою скорость и местоположение. Заряжальник. Это не просто пробка в прикуриватель. Это сразу три в одном. Напряжометр, градусомер и заряжальник для смартфона. Если ваш телефон по утрам не делает зарядку, уныл и жалуется на жизнь голодным писком, то придется заряжаться по пути на работу. Заряжальник реально хорош. Он сразу показывает, пора включать жопогрейку или еще терпимо. Ну и работу генератора вы увидите. Держатель телефона. Удобный крепеж телефона на руль автомобиля. Никаких отваливающихся присосок от лобового стекла и перекрытого обзора. Он крепко цепляется за штурвал. Ваш смартфон будет всегда под рукой. До него даже носом можно будет дотянуться и ответить на звонок. А еще можно погонять в асфальт за реальным рулем автомобиля. Масляный насос. Эта штуковина позволит самостоятельно заменить масло в двигателе автомобиля. Не нужно поднимать машину, лезть с тазиком и сливать масло через пробку. Его можно будет выкачать через щуп. Так выкачивается все масло без остатка. Особенно актуально, если еще масляный фильтр доступен из капота. Масло аккуратно откачивается в емкость, все чисто, никаких брызг, грязи и тазик мыть не надо. Конечно же, этой помпой можно качать не только масло, но и другие жидкости. Ссылки на все товары и 7% скидку вы найдете под видео в описании. А теперь конкурс, приз Bluetooth колонка с подсветкой. Для победы нужно подписаться на канал, поставить лайк и оставить любой адекватный комментарий. А если ты хейтер, то словишь гвоздь, жезл и яму. Ну все, пока-пока.